У нас два вопроса. Первый вопрос по трехстороннему заявлению, точнее о вольном его прочтении армянской страны. В последнее время официальный Ереван на разных уровнях заявляет о своем нежелании предоставить Азербайджану беспрепятственное сообщение между западными районами нашей страны и Нахчеваном о погранслужбе ФСБ России, контроль над этим маршрутом. Хотелось бы услышать ваш комментарий и небольшой вопрос в опросе. В последнее время на западных площадках премьер-министр Армении Пашинян презентует свой проект «Перекресток мира» в качестве альтернативы к вышеуказанному маршруту и получает достаточно обширную поддержку. Вот хотелось бы узнать, как вы считаете, почему вне региональных партнеров Еревана так беспокоит открытие того маршрута, который указан в трехстороннем заявлении в девятом его пункте? Мы знаем, что власти Армении говорили о готовности к открытию региональных коммуникаций на основе принципа суверенитета и юрисдикции в рамках равенства и взаимности. Азербайджан, собственно говоря, не отказывался от подобного подхода. Данная тематика ранее в деталях обговаривалась в формате трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджан и Армении. К сожалению, сейчас эта работа застопорилась ввиду позиции армянских коллег. Теперь относительно пункта в заявлении, который касается контроля со стороны пограничной службы ФСБ за мегринским маршрутом. Это логично и в плане оптимальной организации движения и с экономической точки зрения. Российские пограничники и так расположены на юге Синикской области. Они защищают границу между Арменией и Ираном. По перекрестку мира не считаем, что это альтернатива мигринскому или иному маршруту. Скорее, это более широкий взгляд на будущее региональных и субрегиональных коммуникаций. На полях 22-й сессии российско-армянской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоялась на 15 декабря 2023 года в Ереване. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Аверчук выразил поддержку проекту и отметил российский вклад в его реализацию. Что касается вне региональных игроков, то их нежелание способствовать разблокированию коммуникации в Нижнем Кавказе объясняется исключительно соображениями политической конъюнктуры. Они не заинтересованы в повышении взаимосвязанности Армении, Азербайджана друг с другом, с соседями. Они стремятся растащить регион на куски себя, презентовать свои интересы, точно не думая об интересах других. Ну и таким образом усугубить противоречия между странами. И спасибо. Второй вопрос. Тоже интервью премьер-министра Армении Франц-24. Непосредственно о том, что он отметил, будто бы Россия напрямую призывала население Армении совершить госпереворот в стране. И пропаганда Москвы, по его словам, до сих пор не ослабла. Но, по сути, это достаточно серьезное обвинение. Вот как в Москве расценивают это заявление Пашиняна? Вы знаете, хотелось бы, я всегда прошу предоставить факты. Цитаты какие-то были на этот счет? Цитаты были в СМИ армянских непосредственно. Нет, я имею в виду цитаты, которые бы свидетельствовали о том, что Россия делала какие-то заявления. Есть какие-то? Я не видела. Поэтому не знаю, о чем идет речь. Если будут цитаты конкретные, мы, наверное, на них и сможем ответить. Дело в том, что упомянутые вами претензии, премьер-министр Армении, не имеют под собой никаких оснований. Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей, где бы то ни было. Причем, кстати говоря, хочется, чтобы власти в Ереване, когда говорят о подобных вещах, помнили, что мы подобный подход исповедуем и в отношении нынешних властей в Ереване, и в отношении предыдущих властей в Ереване, да и вообще в отношении любого суверенного государства. Возникает логичный вопрос. Те, кто сейчас находятся у власти в Ереване, сами такой логики придерживаются в отношении других стран или в отношении собственного внутреннего политического процесса? Мне кажется, неплохо было бы порассуждать на эту тему. Мы же историю-то помним, новейшую, что было несколько лет назад. А вот российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей. Я повторю это еще раз. Может ли таким же подходом похвастаться представители нынешних властей Армении в отношении руководства Армении прошлого? Так что, если что и проходило в публичном пространстве, то это, не знаю, это вопросы и к журналистам, и к тем фактам, которые они предоставили. Если есть сомнения в этих фактах, то представители Армении всегда можно воспользоваться, не знаю, опровержением. Мы так делаем регулярно, у нас есть рубрика «Антифейк». И прям пункт за пунктом можем, так сказать, опровергнуть. Можно, наверное, задействовать какие-то другие судебные институции, инстанции для того, чтобы это все опровергнуть. Поэтому, мне кажется, что Москва и Ереван остаются действительно союзниками, и вот это является главным. К сожалению, на это почему-то в Ереване обращают меньше всего внимания. Рассматривают под лупой какую-то информационную, не знаю, составляющую, почему-то отказывают журналистам в праве делать какие-то репортажи, готовить какие-то передачи. У нас есть официальные отношения. Эти официальные отношения проверены и временем. И под ними есть правовая база. С нашей стороны никаких действий, направленных на целенаправленное разрушение дружеских связей с Арменией, никогда не совершалось. Более того, мы неоднократно предлагали партнерам обсудить и разрешить все проблемы в рамках доверительного диалога. Мы пока не видим никакого встречного движения на этот счет. Поэтому, мне кажется, все это просто под собой не имеет никаких оснований. А если они есть, пусть нам кто-то что-то предоставит, какие-то факты и так далее.